По культурным подходам Картошечка тепленькая Если смотреть на греческую культуру Вначале была культура Крита Минойская культура, которая создана на острове Крит и в ближайших островах Потом сильное ожирение вулкана на острове рядом с Критом почти уничтожило эту культуру Благодаря чему Ахейцы смогли уничтожить захватить Крит впитать эту всю культуру принести ее назад в материковую Грецию и создать Микенскую культуру город Микены это как раз Троя царь Микена который организовывал это наступление все эти греки назывались Ахейцы за Ахейцев а потом мы вдруг переносимся за стол в историю Египта наиболее подробно на самом деле эта ситуация описана в египетских свитках и так далее о том что Ахейцев в какой-то момент у них был дико неужельный город много лет подряд ахейцев плохая вынуждены вынуждены начинать попытаться мигрировать в городе в Нью-Йорке не было странно у них выбор был простой Синай север Африки и Турция это тогда тогда это племя Хетов это было мощнейшее государство которое абсолютно легко протестировало Вилону Египту без вопросов именно там находилась строй где на территории современной Турции это Хетовское царство спало под движением вот этим переселения Хетов они захватили они захватили не только Турции они захватили половину Хетовского царства они захватили почти все побережье Синая эти филистимляне как ты думаешь кто? это греки? филистимляне греки? да ладно знаешь что тут Палестина откуда слово? а откуда? Палеста это одно из племен греков да ладно Палестин ну что ты меня заглядишь темология не всегда объясняет лица не всегда не всегда но это факт это в египетских как бы они не греки греки потому что если египтяне смогли подавить это наступление на Египет передвижение сотен кораблей этих ахейцев которые пытались заплатить юг вернее с севера Египта да они смогли уничтожить потопить то естественно Синайский полост ну и вообще вот это все еврейское выход этих еврейских царств на Средиземноморье они не могли противостоять ахейцам они были вооружены они были на хороших кораблях они тупо захватили побережье вот написано победителями глубоко как-то ушли ты зачитывать ты будешь а я тебе потом рассужу идея прямо сейчас к этому мировоззрение понять что все было не так мы думаем вот я понял нас не имели вот мы должны поверить в ту сказку не но это правда это статистически доказано абсолютно все абсолютно согласен ничего абсолютно не бывает но есть какие-то базовые вещи более-менее понятно и вот понятно что Палестина это греческая земля этих самых ахейцев которые вынуждены были мигрировать под воздействием разных вещей в том числе голода неурожая ладно вот